Чё творим, бро? Меня зовут Сергий Ионис, и бро, бро, просто сразу же, просто сразу в начале видео, бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду, ведь придёт время, и супрем-банда будет над всеми, кто не с нами, тот под нами, поэтому, бро, решать тебе, или подписывайся на мой канал, чтобы быть такой крутой банди, либо быть под нами, а как видишь, наша армия всё больше с каждым днём. Окей, бро, вы просили меня, чтобы я сделал вторую часть по адском телефоне, но дело в том, что тот телефон я сразу же выкинул, ночью, когда я снял видео, смонтировал, я лёг спать, а телефон всё время светил и издавал какие-то звуки, это просто было жесть, как неприятно, поэтому я принял решение и просто его выкинул. Но, бро, не расстраивайся, увидевший просьбы своей супрем-банды, я решил зайти опять к тому продавцу, опять тот же самый магазин, и посмотреть, что он продаёт, а он продавал кое-что очень интересное, ноутбук, и, как вы понимаете, я не удержался и купил его, потому что он был очень дешёвый, и, скорее всего, что это тоже что-то ненормальное, а вдруг и нормальное тогда вообще круто, этот ноутбук достался мне очень дёшево, где-то около 30 долларов, что вообще не деньги считаются как бы за ноутбук, Но фишка-то в том, что он насколько круто запечатан, и что здесь даже видны входы для USB, типа, сразу же можно подключиться к USB на почте. Стоит ли он тех денег, которые я на него потратил? 30 долларов, вообще дешёвая цена, поэтому давайте мы его откроем. Окей, а вот и этот ноутбук. Фирмы здесь никакой нету, и это очень странно. Так, что у нас здесь написано? Здесь как бы написано имя издателя. Я не буду говорить, как звать того чувака, который мне присылал этот ноутбук и телефон, но здесь написано, что фирма его под его именем. И это... это очень странно. И в середине, в принципе, нормальный ноутбук, ничем не отличается от других. Как видите, клавиатура всё есть, он ничем не отличается. Может быть, это даже нормальный ноутбук, кто знает, но... Что-то мне подсказывает, что я сейчас ошибаюсь, и по любому этому ноутбуке что-то не так. Окей, у нас ещё USB шло в этом пакете, вот такое вот оно. На всякий случай подключим, потому что я уверен, он разрядился, пока ехал ко мне. Может быть, он даже вообще не был заряжен. Окей, ладно, давайте его включим. Так, окей, у нас включился ноутбук. Это обычный ноутбук, только... Почему здесь красный фон? Так, окей, здесь надо во всём разобраться. Ну, естественно, 3 часа ночи. На папке мой компьютер 3 шестёрки. Если вы не верите, что это реально ноутбук... Такие вот дела. Как видите, это всё реально. Это не монтаж. Ух ты, у нас даже здесь есть окровавленный пуск. Если присмотреть, там реально видно кровь. 29-е, 08-е, это сегодняшнее число. 1065-й год. Это где в Адущи с 1065-й год? Так, окей, что у нас здесь ещё есть? У нас есть хром. Естественно, какой-то адский хром. Есть видео какое-то. Какой-то блокнот, что-то там, наверное, написано. Потому что подписано, я не пойму, что здесь написано. Есть фото. Три фотографии есть какие-то. Есть корзина. Вот это нам, конечно, попался ноутбук. Если честно, я до конца не верю, что он будет такой адский, как и телефон. Похоже, этот производитель что-то ёмно знает. Так, ладно, давайте-ка посмотрим, что у нас есть в пуске. Во вкладке пуск. Окей. Воу, здесь какие-то помехи, что прям, жесть. Прям глаза режет, реально. Окей, у нас здесь есть приступить к работе, медиа-центр. Музыка, изображение, документы, администратор. Здесь даже есть игры. What the fuck? А что, если здесь будут те рип-игры, которые раньше я видел? Я уже даже заикаться начал. Окей, потому что в телефоне у нас был настоящий рип-маркет. Здесь, в принципе, есть всё, что и на обычном компьютере. Но вот эти вот помехи просто не дают мне покоя, реально. Они так мрехтят. Здесь какие-то пятна есть, как будто от реальной крови. Но это и на мониторе. Посмотрите, вот это вот помехи. Прям глазам больно. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь есть за фотографией. Окей, вот первая фотография. И я это по-любому зацензурю. Но я вам расскажу, что там. Это всё так как-то странно выглядит. Здесь пятна крови на траве. Там листья, трава. Фу, выключаем это сразу же. Так, ладно, что здесь ещё есть за фотографией? Ааа, блин. Здесь отрубленное туловище. О, оно ещё, ещё в крови. Это я тоже зацензурю, потому что YouTube этого точно не пропустит. What the fuck? Что это вообще за фотографии? Это выглядит просто ужасно. Блин. Эти помехи. Он вообще хотя бы работает хоть немного. Ааа. Мы уже минут 10 снимаем видео, а всё ещё 3 часа ночи. Поэтому заметьте это. Это очень странно, что время не меняется на таких устройствах. Окей, здесь ещё третья фотография. Ого, ну это я в принципе могу показать. Здесь висят куклы. Это реальная фотография. Скорее всего, из реального леса, где есть куклы, вот такие вот висят. Я бы, наверное, хотел бы побывать в этом лесу точно. Это очень интересно, увидеть все эти куклы вживую. Ааа. Это ужасно. В принципе, этот адский Windows работает, как и обычный. Есть всё так же, всё выскакивает, такие же, в принципе, вкладки. Здесь ещё есть какое-то видео, поэтому давайте-ка его посмотрим. И оно само выключилось. Так, стоп, давайте-ка его ещё раз посмотрим. Это реально выглядит, как домашнее видео, кто-то просто снимал с телефона. Но то, что здесь происходит, это очень странно. Вроде бы Слендер Менеджа не существует. Или вообще существует. Это не очень похожий монтаж. И всё, оно само выключается. Второй раз оно уже само выключилось. В той белой маске это и есть тот чувак, который, в принципе, отправлял мне этот ноутбук. Хотя он там умер. Так, давайте откроем порт. Что у нас здесь написано? Ого! Здесь такие помехи, что просто сложно что-то разобрать. Но там ёмно что-то написано не на нашем языке. Какой-то латинский или что-то типа такого. Наверное, это какое-то заклинание, судясь из того, какой это ноутбук. Это какое-то заклинание. И, кстати, в чём прикол, что вебка здесь даже заклеена. И если присмотреться, то здесь есть пыль. Значит, этим ноутбуком пользовались. И очень долго. Этим ноутбуком очень долго пользовались. Потому что вокруг изоленты собралось огромный слой уже пыли. Читать я его не буду вслух, потому что я не знаю латинского. И лучше не стоит. Этот его лучше не стоит. Окей. В принципе, с этим всё ясно. У нас всё так же 3 часа ночи. Так, окей, выключаем этот. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь в корзине. О б... Блин. Там фотографии умерших людей. И там всё в крови. Я это обязательно за цензурию, потому что этого Ютуба уже точно не пропустит. Но, блин, фу. Это... Камон. Это просто ужасно. Что за ноутбук? Это, наверное, самая худшебная покупка в мире. Как можно было купить такой ноутбук сладким всем? Там... Там были фотографии всяких трупов. Как знаете, когда приезжает экспертиза на место убийства, она фотографируется. Вот здесь были такие фотографии, только они были удалены. Они были в корзине. Мне это, наверное, будет сниться в кошмарах. Окей. Это было очень неприятно. Но всё же было интересно посмотреть на этот ноутбук. К сожалению, или может даже к счастью, это последний, что продавал тот продавец. Ноутбук. Был в телефоне ноутбук. Как вы знаете, в прошлом видео я заказывал телефон, и вы видели сами, что там. Конечно, можете посмотреть. Если вы не видели его, то вы можете посмотреть. Но вот ноутбук, это прям... Пик ужасности. Я не знаю, что может быть ещё хуже. Я, наверное, больше не притронусь к этому ноутбуку. Это не то, чтобы страшно, потому что... Никто на меня не охотится, ничего не происходит. Просто это вгоняет в какой-то ужас. То, что у меня сейчас на столе лежит ноутбук, на котором просто всё кишит этими адскими штуками. Как будто им пользовался какой-то маньяк, убийца. Окей, бро. Я думаю, на этом можно закончить видео. Поэтому на этом всё. С тобой был Сергий Онис. И, бро, поставь лайк, если хочешь такой же самый ноутбук. Такой же самый адский ноутбук. Всего-то за лайк. Тебе стоит поставить лайк, и завтра у тебя уже будет этот ноутбук. Как ты будешь его смотреть? Потому что это реально, это очень ужасно. И очень неприятно. Если честно, бро, я не желаю никому такой ноутбук. Но всё же лайк поставь. И вообще, если ты поставишь лайк, то это у меня очень обрадует. Ведь тебе это всего-то 2 секунды. Всего-то каких-то 2 секунды поставить лайк. И вообще, пока я это говорил, ты бы уже мог поставить лайк. А знаешь, что я даже подожду, пока ты поставишь лайк. Быстрее ставь лайк. Окей, надеюсь, ты уже поставил лайк. Также, бро, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Ведь, знай, придёт время, и супрем-банда будет выше всех. Мы уже и так самые крутые на ютубе. Так что подписывайся на канал, чтобы быть такой крутой банди. Также, бро, подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании. Ведь, бро, там выходят очень страшные фотографии. И подписывайся, бро, конечно, если не боишься. Но раз уж ты на этом видео, то значит, ты не боишься. Поэтому подписывайся и пиши мне в директ. И я, бро, отвечу именно тебе. Именно тебе отвечу. Зайду и отвечу, поверь, да? Поверь, да, я отвечаю вам. И также, бро, вот комменты из-под прошлого видео. Господи, ты выглядишь, какие же они идеальные. Просто лучшие комментарии в моей жизни. Мне, конечно, в прошлое тоже были лучшие. И будущее будет лучше. Но этих что-то есть. У них какая-то изюминка. И так, бро, не расстраивайся. Ты тоже можешь поставить следующее видео. Всего то, что тебе стоит, это нажать на лайк, колокольчик. А затем написать комментарий. И если по твоим комментам не будет никаких комментов, так ты попадаешь в следующее видео. Вот такой вот простенький билет ко мне в видео. Как видишь, братаны и супрем-банды уже попали в видео. Так же самый ты можешь поставить следующее видео. На этом всё, бро. Оставайся таким же шикарным. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok